Друзья, здравствуйте! Не так давно мы вам рассказывали о том, как смонтировали три банные печи Эверест Легкий Пар Профи. Там очень сложный, очень необычный дымоход, точнее его горизонтальный участок в 3 метра. Такой дымоход был смонтирован в двух из трех парных. Мы обещали показать вам, как попытаемся нивелировать неизбежные проблемы с дымоудалением и засаживаемостью дымохода, которые возникнут при эксплуатации. Вот что у нас получилось. Сначала демонтировали останки от предыдущего монтажа. 52. Вот горизонтальный метр сейчас будем укорачивать, максимально близко сделаем его к кровлю, там уже будет холодно, и эти вот 5 сантиметров, которые будут от трубы до края кровли, вообще не страшно абсолютно. По максимуму будем использовать эти элементы дымохода и даже спасем пару модулей, пострадавших от схода снега. Зарежем ломанный сэндвич, нужный нам разбит. В наполнении сэндвич труб УМК вспущенный вермикулит. Уже работали с ним сотни раз. Укоротим без проблем. Вытаскиваем пыш, удаляем излишки наполнителя, возвращаем пыш на место и подрезаем внутреннюю трубу. Готово! Тем временем студент заполняет базальтовые ваты и щели в стене в месте выхода дымохода из парной. Со второй трубой проводим аналогичную процедуру. Будем сейчас укорачивать метровый сэндвич, потому что у нас там и не полметра, и не метр. А вот здесь спасли еще один сломанный сэндвич, укоротив его. Собираем дымоход, задирая горизонтальный выход на несколько градусов. Так мы постараемся убрать застойные явления в этом широком участке дымохода. Монтажную площадку смонтируем через 2 метра на удлиненные стеновые опоры. Дымоход высокий, выше можно, но сложно. И не факт, что нужно. Примерно такая история получается. Раз, два, три, четыре, пять с половиной метров дымоход после выхода из стены. Ну посмотрим, как это будет работать. Ну и плюс, друзья, вот ко всему. Внизу поставили вместо тройника, который был раньше, четверник для того, чтобы вот это дело все чистить. Который неизбежным образом будет засаживаться. Как вверх, так и, естественно, вот этот горизонтальный участок. Заработает? Узнаем позже. Печки мощные, уверен, такую парную прокачают. Всем трех дымоходам, точнее их горизонтальному участку, дали легкий уклон наверх. Добиваем последнюю систему. На самом деле в этом комплексе, в этом банном комплексе три бани. В одной из них дымоход смонтирован еще более-менее. Там всего один метр дымохода находится в самом парильном помещении. А вот в двух других, которые мы монтировали вчера, там действительно по три метра горизонтальный участок. И сегодня будем топить, узнаем, насколько у нас все хорошо получилось. Здесь еще парное помещение в постройке, в процессе стройки. Внутри будет пассейн с выходом наружу. Очень интересно будет посмотреть, как в итоге все это будет выглядеть. Ну а пока нас, конечно, интересует вот этот участок дымохода. Вот этот трехметровый. Как он себя покажет при первой протопке? Друзья, последние штрихи монтажа третьей системы дымоходов для банного комплекса. Сейчас идем топить. Конечно, к топке печи через удлиненный топливный канал еще нужно приспособиться. Забили топку по традиции легким картоном и поджигаем. В момент растопки неизбежно получаем немного дыма в комнату. Вполне ожидаемо. А вот далее самое интересное. Да ладно. Здесь тяга что-то. О, смотри, кушай там. А не бери картон. Первая баня с самым простым подходом заработала сразу. Закинем вторую. И вторая тоже запустилась без проблем. Жарный клетопок уютно устроился. Пламя направлено верно, без всяких вопросов. Да, баня, хорошо, что у тебя длинные руки. Да не говори, блин. Еще бы краги такие были. Третья, последняя. Ну, если вторая заработала, то это уж точно. Ну, охотно, охотно дым уходит, согласись. Так, плюс на холодный еще зерноход. На холодный зерноход. А если он еще маленько разогреется. Крячем. Теперь закроем. Так, друзья, знаем ли мы, что так не делается? Да, знаем. Но готовы ли мы так сделать в следующий раз? Лучше, конечно, мы убедим клиента, что нужно поискать другое место для установки печи. И сделать это лучше, конечно же, на этапе проектирования. Здесь не было это учтено. Поэтому, ну, решили выкручиваться вот таким вот способом. Но в итоге, ура, печи заработали. Все сейчас прокаливаются. И будут готовы ждать своих гостей. Друзья, ну, супер. Все у нас заработало. Несмотря на то, что дымоход у нас в итоге получился почти 4 метра. Горизонтальный участок. Все работает. Работает прекрасно. Посмотрим, что будет с ним дальше. Обязательно будем следить за его состоянием. Посмотрим, почистим его в следующий раз, когда приедем. И расскажем вам об этом. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Обязательно заходите в магазины Фарнакс в городе Новосибирске. И заказывайте супер печи и качественный дымоход на фарнакс.ру. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok